Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки». И сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. «Блажен, кто до конца был верен Отчизне, Богу и Царю, Тверд, не лукав, не лицемерен, Кто душу не предал свою». Эти строчки из стихотворения Владимира Неверовича. Посвящены они верным слугам, Убиенным вместе с царской семьей. О них мы уже не раз рассказывали в нашей программе. И сегодня, завершая обзор книг из серии «Святые царского дома», мы снова вспомним о тех, кто не нарушил присягу, не предал своего царя-батюшку, но разделил с ним горькую участь. Верные подданные были тверды в слове и стойкие в деле. И о них рассказывает книга с одноименным названием. О ней далее в нашей программе. В годины ярости кровавой, преступных слов и гнусных дел, когда от нас орел двуглавый, Замахнув крылами, улетел. Когда убийцы и бродяги, позоря славный ход времен, топтали царственные стяги И крест Андреевских знамен. Когда матросы с бандой серой, Казня страдальцев без вины, глумились в бешенстве над верой Седой священной старины. Тогда на вольные страдания С ничтожной горстью верных слуг Своим царем пошел в изгнанье Ты, верный раб и честный друг. И скорбь, и жребий зло суровый Ты с ним в дни горя разделил, И за него, томясь оковы, В предсмертный час благословил. И пулей в грудь на вылет ранит, Ты умер верностью горя, Как умер преданный Сусанин За православного царя. Это стихотворение Сергея Бехтеева. Посвящено оно одному из царских слуг, А именно доблестному матросу Нагорному. Но все эти слова можно отнести и каждому из тех, Кто остался верен православному царю. Твердость в слове, стойкость в деле, Правдивость, полная преданность, Благонадежность, прочность, истинность – Все это заключает в себе верность. Верность православной истине Сохранил русский народ в смутное время. И она помогла выбить из стен поруганного Кремля Поляков-католиков. А православный люд во главе с иерархами церкви Избрал на царство христолюбивого царя. Без верных подданных не было бы ни царя, ни государства. Православная вера легла креугольным камнем в его основании. Но все три века, пока стояло русское царство, Его старательно расшатывали силы зла. Люди образованные и порой высокородные, Но отступившие от православия. Жизнь без Бога являлась их знамением. Именно это скрывалось за желанием всевозможных свобод. Чтобы разрушить православное царство, Необходимо было поколебать в русском народе веру в Бога и русского царя. На заре XX века этим занимались подпольные революционеры. Гнусные листовки и газетенки распространялись и в рабочих цехах, И в солдатских казармах. Успешнее всего дело пошло с наступлением Первой мировой войны, Когда контроль над подпольными провокаторами ослабился, А враги России принялись активно финансировать революционеров. В эти 30 месяцев клеветали на царя даже легальные газеты. Не только революционеры, но и высший свет мечтал о свободах и конституции. Некоторые великие князья видели себя более достойными править Россией, Чем император Николай II. Они желали его свержения и видели себя регентами, Предсесаревичи Алексея. Час, когда предателям России удалось всколыхнуть в Петербурге стихию толпы, Её никто вовремя не успокоил, стал проверкой к каждому из приближённых императора. Оказалось, что у большинства под маской верности пряталось предательство или вероломство. Начало ему положили личное лукавство, недобросовестность в службе, Беспечность, лицемерие, лживость и корысть. Служба Богу, Царю и Отечеству, замешанная на этих качествах, привела страну к революции. В дни измены и Петроградского мятежа Государя оставили почти все приближённые и любимейшие чины свиты. Так, например, когда офицеры русской императорской армии трусливо покинули монарха, Из адъютантов при нём остался только князь Василий Долгоруков. При государине Александре осталось чуть больше верных слуг и членов свиты. Многие из них добровольно отправились с царской семьёй в ссылку в Тобольск. Большинство из верных слуг государя и семьи были убиты большевиками за верность. Фрейлина Анастасия Генрикова, гофлектриса Екатерина Шнейдер, генерал-эдитант Илья Татищев, гофмаршал Василий Долгоруков, доктор Евгений Боткин, комнатная девушка Анна Демидова, тядька цесаревича Клементий Нагорный, коммердинеры Иван Седнев и Алексей Труп, и повар Иван Харитонов. На переломной грани истории каждому из них предлагалось выбрать верность, не раздумывая. Так, например, по воспоминаниям Пьера Жильяра, Керенский приказал спросить государя, не желает ли он заменить кем-нибудь графа Бенкендорфа. Государь ответил, что если бы генерал Татищев пожелал разделить с ним заточение, он был бы очень счастлив. Узнав о желании своего монарха, генерал Татищев немедленно устроил свои дела и несколько часов спустя отправился в царское село. Сам граф Илья Татищев говорил о своем решении так. «Знаю, что не выйду живым из этого. Я молю только об одном, чтобы меня не разлучали с государем и дали мне умереть вместе с ним». За преданность императору генерал Татищев был арестован в Екатеринбурге и закончил жизнь под дулами винтовок чекистов. А вот слова лейб-медика Евгения Боткина. «Я дал царю мое честное слово, оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать слово. Я также не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Если же Россия гибнет, могу и я погибнуть. Но ни в коем случае я не оставлю царя». Сострадательный доктор Боткин, как и другие преданные слуги, был твердым в слове и стойким в деле. Он не покинул императора и окончил свои земные дни рядом с ним. Свой выбор верности сделала и вся царская семья. Они не покинули родину, но остались разделить с нею все горькие последствия крушения трона. А ведь самодержцу стоило только предложить условиям заключения мира с Германией свой выезд с семьей за границу. Находясь в заключении, среди лишений и нравственных унижений святая царская семья осталась верна христианской любви. Эта любовь продолжала соединять государя и государыню и детей в единое целое. Она изливалась на всех окружающих, и на верных приближенных, и слуг, и на грубую охрану, и на тех, кому царственные страстотерпцы в тяжелое для них самих время старались помочь и утешить. Книгой «Твердые в слове» и «Стойкие в деле» мы завершаем рассказ о безданиях из серии «Святые царского дома». Напомним нашим читателям, что эти небольшие, но информативные книжицы, по словам издателей, адресованы в первую очередь подросткам, и, конечно, для чтения вслух в семейном кругу, подобно тому, как в «Святой царской семье» читались по вечерам любимые произведения, в том числе и «Жития святых». Рассказ о тех, кто вместе с царственными страстотерпцами изобрал путь тернового венца, послужит юным читателям примером того, какие ценности должны преобладать в жизни, чтобы не разменять ее по пустякам. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковной книжной лавке. Ну а я с вами прощаюсь. Новинки православной литературы спрашивайте в церковной книжной лавке.